Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Зайцев Андрей Александрович. Я руководитель образовательного направления подготовки «Государственный аудит» в Политехническом университете. Особенностью Инженерно-экономической школы Политехнического университета, где реализуется данное направление, является формирование профессиональных компетенций, которые затрагивают смежные области, такие как экономика и технологии, финансы и аудит, инноватика и информатика. Это позволяет реализовать творческий подход к решению многих стандартных и нестандартных задач. И сегодня я вам хочу рассказать о новой образовательной программе, которую мы открыли в рамках направления подготовки «Государственный аудит». Наша программа называется «Цифровой аудит государственных ресурсов». Она разработана с учетом перспектив дальнейшего роста и развития государственного сектора экономики Российской Федерации, а также возможностей новейших цифровых технологий анализа и контроля. Сегодня на рынке труда большая потребность в квалифицированных кадрах, которые обладают экономическими, финансовыми и управленческими знаниями, профессиональными и специальными компетенциями в сфере контроля и аудита за процессами формирования и использования финансовых и иных ресурсов. Финансовые ресурсы – это совокупность всех денежных средств, которыми располагает государство, его предприятия, организации, учреждения, как хозяйствующие субъекты для покрытия своих затрат. Финансовые ресурсы формируются в результате экономической и финансовой деятельности в процессе создания и распределения общественного продукта страны, аккумулируются государством и субъектами хозяйствования. От эффективности процесса формирования и использования ресурсов зависит результативность и эффективность во всех сферах государственного и частного сектора экономики. Именно контроль и аудит таких процессов позволяют принять обоснованные управленческие решения, которые будут способствовать социально-экономическому развитию и росту материального благосостояния. Наша магистрская программа разработана на основе профессиональных стандартов, определяющих будущие направления трудоустройства выпускника. Это такие профессии, как аудитор, финансовый аналитик, бухгалтер, внутренний аудитор, специалист по внутреннему контролю, специалист по финансовому мониторингу. Спектр формируемых компетенций достаточно широк, поэтому после окончания обучения по нашей программе возможно трудоустройство в счетной палате Российской Федерации и иных органах внешнего государственного финансового контроля. Это могут быть органы государственной и муниципальной власти, государственные корпорации и акционерные общества в сфере внутреннего контроля, учета, анализа и аудита, а также аудиторские, консалтинговые и инвестиционные компании, академические и научно-исследовательские организации. Я Гончарова Наталья, преподаю финансы, налоги, аудит в Политехническом университете. Вся моя жизнь была связана с этой увлекательной сферой финансов. С первого курса института, где обучалась по направлению бухгалтерский учет, анализ и аудит. Я начинала карьеру бухгалтером, долгое время работала главным бухгалтером в организациях разных сфер деятельности, а затем в 2003 году получила квалификационный аттестат аудитора и закончила второе высшее образование по специальности юриспруденция. Если вас, как и меня, одинаково увлекает финансовая и юридическая сфера, вам точно к нам. Представьте себе, что вы, как экономист, прекрасно умеете анализировать, составлять отчеты, но не можете облачить их в правильную юридическую форму, в виде, например, предписаний и представлений. Или вы юрист, но не знаете экономику, которая необходима при работе в высшем контрольном финансовом органе. Таким образом, если работник, например, в счетной палате Российской Федерации не может грамотно сформулировать признаки финансового, административного или даже уголовного правонарушения, а затем и доказать наличие этих правонарушений, позволит говорить о его некомпетенции. Именно комбинация общеэкономических, финансовых и юридических знаний, которые используются в государственном аудите, позволит вам в ходе обучения в нашем ВУЗе со временем выработать свой уникальный способ для принятия решений в системе государственного аудита. Применяя в дальнейшем такой подход и на работе, и в жизни, вы станете более уверенно и обоснованно принимать решения, в том числе судьбоносные для вас, а значит будете менее уязвимы в любой жизненной ситуации. Я точно знаю, что на рынке труда нужно очень гибкие и имеющие аналитические мыслить люди, способные принимать обоснованные управленческие решения. Особенно это важно в профессии аудитора, ведь эта профессия находится на стыке математики, экономики и права, а именно направление государственный аудит ведет подготовку квалифицированных специалистов в сфере финансов и юриспруденции. Почему данная профессия всегда востребована на рынке? Этому способствуют два обстоятельства. Во-первых, частые экономические кризисы, когда у любой организации и частной корпорации возникает проблема эффективности экономии. И второй фактор – законы рыночной экономики. Законы деятельности хозяйствующих субъектов требуют ежегодного аудита и отчетности для акционеров, для налоговиков, для общества, для нас с вами, как налогоплательщиков. Любые финансы нужно контролировать, а государственные финансы особенно. Эта идея появилась не сейчас, а идет от истоков создания государства. Вопрос об эффективности использования государственных средств давно очень остро стоит перед любым государством. Отсутствие внешнего контроля со стороны общества приводит к тому, что чиновники начинают действовать в своих собственных интересах, не думая об общественном интересе. Поэтому появилось такое понятие «государственный аудит», который охватывает все, что относится к системе внешнего независимого финансового контроля. Еще его называют аудит эффективности. Программа учебного курса реализуется на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «государственный аудит» — уровень магистратуры. Исходя из того, что к нам могут прийти выпускники бакалавра не только экономических, юридических, но и даже медицинских и других вузов. Главное отличие нашего направления, что оно нацелено на сферу государственного контроля, прежде всего внешнего финансового контроля. Это означает работа в счетной палате Российской Федерации, в контроле счетных органов, субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. И в то же время это возможность работать в системе внутреннего финансового контроля, в Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, в Казначействе, в самом Министерстве финансов, в подразделениях финансового контроля государственных органов и государственных учреждений, госкорпорации. Если коротко охарактеризовать, кто такой государственный аудитор, это специалист для работы в сфере государственного и муниципального финансового контроля, работающий на основе правил стандартов аудиторской деятельности. При этом специалист не только владеющий современными методиками контрольной деятельности, но и способностями к экономическому анализу, прогнозированию экономических процессов, финансовой экспертизе принимаемых решений. Аналитическая работа является неразрывной частью внешнего финансового контроля, и с годами ее значение в деятельности государственного аудитора будет только усиливаться. На практике происходит интеграция частного и государственного сектора, и косвенным признаком этого является то, что данные специалисты необходимы ведущим аудиторским, консалдинговым компаниям, госкорпорациям, аналитическим и инвестиционным подразделениям крупных банков и компаний. То есть аудиторы в сфере бизнеса столкнулись с тем, что их партнерами являются государственные или бюджетные организации, и им в своей работе надо понимать, как устроена государственная система контроля. Сегодня бюджет является признаком любого государства, и тот, кто знает бюджетную сферу, знает, как она функционирует, как проверяется, как взаимодействует с частным корпоративным сектором, сможет помочь своей частной фирме работать более эффективно. Поэтому в бизнесе на выпускников нашего направления такой большой спрос. Не секрет, что сегодня юристов, которые ориентируются в финансах экспертизы бухгалтерии, очень мало. Обычно юристу сложно понять механизм экономических преступлений. Они не могут юридически зафиксировать доказательства финансовых правонарушений. Поэтому на практике подобные дела в суде рассыпаются или до суда вообще не доходят. Но теперь эта проблема будет решена. У нас будет выпускаться магистры по направлению государственный аудит, способные раскрыть сложные финансовые махинации. Поэтому наш выпускник – это не юрист или экономист вообще широкого профиля. Таких сейчас на рынке труда очень много. А это сразу юрист и экономист в одном лице, способные принимать обоснованные юридические и выверенные экономические решения. Да еще и с квалифицированным дипломом магистра, защитившим магистрскую диссертацию. В рамках направления государственный аудит вы будете изучать разные увлекательные дисциплины. Но особо хотелось бы отметить дисциплину принятия решений в системе государственного аудита. Повышение качественного уровня принятия решений в управлении – актуальная задача как для иностранных, так и для российских компаний. Большинство российских крупных компаний имеет контрольный пакет государственного участия. В этом случае организация внутреннего аудита у них является составной частью государственного аудита. Это такие компании, как Сбербанк, РЖД, Газпром. Эффективность функционирования их управленческих систем напрямую зависит от рационально выстроенной и синхронизированной организационной структуры, квалификации и компетентности менеджмента, четкого распределения функционала и ответственности, система контроля, сбора и обработки информации, ситуационного анализа, выработанных алгоритмов принятия управленческих решений. Эти вопросы являются предметом рассмотрения аудитора. В основе принятия решений должна лежать своевременно получаемая, максимально полная и, что наиболее важно, достоверная информация, наличие которой в значительной степени обеспечивает эффективность и качество управленческих решений, снижает возможность ошибок, позволит исключить или минимизировать многие риски. Источником для принятия решений являются материалы аудиторских проверок и ревизий, которые, кроме экономико-статистических данных, дают анализ положения дел в динамике, выявляют отклонения от требований и методических документов, определяют причины нарушений возможные финансовые, налоговые и иные риски. В этой связи система внутреннего контроля аудита и управления рисками является важнейшим инструментом управления госкомпанией, одним из необходимых условий обеспечения эффективности экономической деятельности, финансовой устойчивости, повышения инвестиционной привлекательности и динамического ее развития. Государственный аудит в госкорпорациях позволяет предотвратить возможное рисковое решение, сэкономить бюджетные средства. Следует подчеркнуть, что в последние годы усиление роли внутреннего аудита и управления рисками стало четкой тенденцией во всех развитых экономиках. Это обусловлено прежде всего тем, что названные системы являются барьером, обеспечивающим заслон неэффективным использованием финансовых, материальных и иных ресурсов, а также мощным фактором мобилизации внутрихозяйственных резервов. Недостаточное внимание к созданию действенного механизма внутреннего аудита может вызвать серьезные сбои системы управления фирмой, предприятием, корпорацией. Необходимо еще раз подчеркнуть, что контроль является одним из основных элементов системы управления, основой принятия эффективных решений. Уникальность нашей программы заключается в междисциплинарных подходах к решению актуальных проблем в области государственного аудита, национальных ресурсов с помощью цифровых технологий. Это позволяет сформировать у выпускников необходимые компетенции для работы в области цифрового контроля и аудита эффективности управления национальными ресурсами, такими как финансы, материальные блага, природные богатства и интеллектуальный капитал. Обучение проходит в очной и заочной формах. На очной форме подготовки есть бюджетные места. В рамках магистровской программы реализуются такие профильные дисциплины, как аудит и экспертиза государственных проектов и программ, государственный аудит инвестиционных проектов, организация внутреннего контроля в государственном и корпоративном секторе, аудит государственных муниципальных закупок, бухгалтерский учет в государственных и муниципальных учреждениях, цифровые технологии в процедурах государственного аудита. В ходе обучения по программе каждый магистрант формирует профессиональные компетенции, в том числе и во время производственной практики. Мы реализовали возможность ее прохождения у наших партнеров, ключевых работодателей по профилю подготовки. Это контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга, контрольно-счетная палата Ленинградской области, комитет финансов Санкт-Петербурга, компания «Газпром», институт внутренних аудиторов. Я преподаю курс аудит государственных и муниципальных закупок. В закупках я уже более пяти лет, являюсь дипломированным специалистом в этой сфере и имею практический опыт участия. Думаю, что вы не раз слышали про мифы и реальные истории о госзаказе. И обычно многое, что говорят о закупках, довольно сложно, непонятно и бессистемно. Но я рассказываю о закупках просто и на примерах из реальной жизни. Этот курс не только про теорию по 44 ФЗ. Этот курс про практику, про примеры и стратегии. Работа с госзакупками – это работа с документами и в первую очередь очень большая ответственность. Многие сталкиваются с госзакупками случайно. Но я уверена, что государственному управленцу не раз придется столкнуться с особенностями контрактной системы. Курс направлен на освоение специальных знаний и методов государственного аудита и контроля. В рамках курса мы исследуем методику проведения госаудита и практику ее применения. Рассмотрим российский и международный опыт. Вы узнаете о том, какая существует система контроля в сфере закупок, как заказчику подготовиться к проверкам, а также о том, какие нарушения совершают участники. На занятиях мы проведем обзор судебной практики в сфере закупок, разберем значимые и интересные дела, касающиеся правовых нарушений и споров участников, а также поговорим о разъяснениях ФАС по вопросам работы контрактной системы. Разберем, как снизить уголовно-правовые риски бизнеса при заключении и исполнении госконтракта. Кроме того, вы узнаете о механизме внедрения антимонопольного комплаенса для минимизации рисков при работе с госконтрактами. В рамках исследовательской работы мы проведем собственную оценку эффективности расходования бюджетных средств. По результатам курса вы сможете самостоятельно выявлять возможные ошибки и правонарушения при организации закупок товаров, работы и услуг для обеспечения государственных нужд на контрактной основе. Буду рада видеть вас на курсе. До встречи! Обучение в Политехническом университете также позволяет магистрантам активно участвовать в научной деятельности, выступать на международных конференциях, публиковать научные статьи в международных журналах, индексируемых в Скопус и Web of Science, работать в проектах, финансируемых за счет научных фондов. В настоящее время по нашей магистровской программе актуальными являются следующие научно-исследовательские проекты. Это государственный аудит ресурсов, стратегий и программ социально-экономического развития, формирование эконометрического инструментария исследования в сфере государственного контроля и аудита, аудит ресурсного потенциала социально-экономического развития в Российской Федерации. Более 8 лет я работаю в банковской сфере в области анализа финансов и их управления. И по своему опыту мне известно, насколько важным и ценным является умение специалиста делать выводы и проверять различного рода гипотезы на основе имеющейся информации. Результаты такой работы используются при принятии ключевых решений, касающихся бизнеса, поэтому все выводы и тезисы, предлагаемые вами, должны быть подкреплены соответствующими математическими расчетами. Более того, сейчас наша экономика находится в так называемой эпохе низких ставок, при которой маржинальность многих операций может быть уже не столь высокой, как прежде. Поэтому борьба ведется за каждый процентный пункт дохода. Это обстоятельство накладывает особые требования на точность и надежность вашей работы. Я преподаю курс «Прикладная статистика». В рамках данного курса по направлению «Государственный аудит» мы изучим классический аппарат математической статистики в приложениях к анализу финансовых и ресурсов, включающих себя. Построение различных оценок для неизвестных параметров распределения, проверку гипотез о распределениях наблюдаемых величин и их параметрах, выявление зависимости между случайными величинами и определение ее вида. Также мы уделим внимание современным моделям и методам анализа финансовых данных, использующихся на практике. На семинарах мы научимся применять указанные знания в конкретных кейсах, а также получим практические навыки работы с актуальными инструментальными средствами, используемых в задаче прикладной статистики. Буду рад видеть вас на курсе. До встречи! Дорогие друзья, если у вас есть вопросы по поводу обучения на магистрской программе «Цифровой аудит государственных ресурсов», пожалуйста, обращайтесь по указанным контактам, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы и более подробно расскажем о данном направлении подготовки. Мы верим, что государственный аудит – это эффективный контроль достижения успеха в жизни. Ждем вас на нашей программе!